Всем доброе утро! Ну вот и наконец-то пришел тот день, когда должна приехать дочка с внуком. Уже осталось примерно часа два до приезда. Я сейчас проснулась, так поверхностно прибралась, в принципе у меня убрано. Беспорядок наводить некому. Я сейчас хочу потушить капусточку, как раз свеженькую покушать. Приезду дочки, она очень любит капусту тушеную с колбаской. Девочки, ну я уже много раз рассказывала, как я делаю капусту, но кто не знает, кто не видел, могу просто сейчас напомнить. Капусту просто режу и на растительном масле слегка обжариваю, чтобы она чуть-чуть подрумянилась. Она сразу издает такой вкусный, сладковатый запах. И потом уже, ну это минут 10, наверное, проходит, потом уже добавляю туда лук. Лучок я нарезала уже. И немножко с луком еще, чтобы она обжарилась. Когда она дойдет уже до кондиции, до кондиции, обжариваю я на среднем или на сильном огне, только нужно помешивать, не дать ей подгореть. Потом я убавляю огонь. Я уже растворила томатную пасту в половине стакана воды. И когда уже будет достаточно его обжаривать, посмотрите уже, так она погрумянится, она усядется. Тогда уже можно будет добавить томатную пасту, посолить, поперчить, закрыть крышкой. Ну и в общем, до конца, когда остается минут 5-10, можно добавить колбасу. В общем, в принципе, сложного ничего нет. Сейчас я просто убавила уже огонь. Она уже не на среднем, можно сказать, на среднем, на слабом скорее. Вот. Я сейчас подготовлю уже колбасу. Ну все, я думаю, достаточно уже. Капусточка наша потушилась. Можно теперь уже вылить туда томат. Вкусную соль я добавляю. Любую соль, как вы хотите, можете добавлять. Можно добавить перчика немножко. Все это перемешаем сейчас. Можно теперь добавить колбасу. Можно сосиски. Можно мясо вареное, готовое какое-нибудь. А можно вообще не добавлять ничего. Будет очень вкусное блюдо и без мяса. Если кто-то мясо не ест на какой-нибудь там диете. Самое главное, капусточку вначале надо обжарить. И я еще добавлю сюда лавру листик. Ну и все. Теперь я это перемешаю. Накрою крышкой и на слабом огне пускай все это потушится еще. Ну минут 5-10 по усмотрению. Главное, чтобы на слабом огне, чтобы оно там не подгорало. Минут 10. Можно даже чуть больше. В общем, смотрите до готовности. И кто там пришел? Кто у нас пришел? Кто у нас пришел? Кто приехал? Привет, Игорь! Привет, Игорь! Ой, как ты такой! Привет! Жень, квартиру не узнать прям. А что так чисто? Чисто? А потому что бабушка тут. Красота! Там и хорошенький! Лепота! Давайте, давайте! Так, ой, я так кофе напила, что я хочу... Раззувайтесь! Садись, Денечка, садись, снимай красулочки. Давай! Милый дом! Милый! Всем привет! Вот такую кошачью игрушку привезла дочка для Милки. Вот Милка заинтересовалась ей. Что ж там за шарики катаются, да? Вот радость кошачья. Так, Денечку искупала, накормила, всех накормила. Доча поехала. Там фару на машине надо поменять, лампочку. Вот. Денька там сам себе записал. Тут уже на столе Деня мне наложил игрушек. Так, короче, все отдыхают. Понравилась игрушка. Всем доброе утро, девочки! Я проснулась, как видите, где у дочки. Я осталась ночевать вчера, ну, потому что нужно было остаться мне. Кое-какие дела срочные у дочки. Нужно было ей посылки получить, там лампочку на фару поменять. Лампочка одна не горела. В общем, все сделала она. Мою посылочку Василька забрала. Я сегодня поеду домой. И, наверное, завтра начну уже снимать Васильок вам. Деня тут пришел, увидела, что я здесь снимаю. Все, он уже пришел, начал уже играться. Так, играйся, Данечка, играй. Девочки, дочка купила вчера говядину, стейки, и мы хотим приготовить их сегодня вместе. Вот, ну, как мы будем готовить, вы увидите позже. Девочки, наконец-то я приехала домой. Вот с такой огромной сумкой, смотрите. Сумка тяжелая. Тут у меня посылка Василек, тут ноутбук, сумка, а там еще пакет с вещами и продуктами кое-какими. Короче говоря, я как переезжая сваха с котомками своими туда-сюда. Ой, ну все, сейчас буду отдыхать. Ой, девочки, какое бы мое жилище, не было бы скромным, но я здесь люблю тишину, покой. Я кайфую. Пришла домой, а дома 30 градусов, у меня окна были все закрыты, жара на улице сейчас. Включила сплит на всю катушку. Сейчас быстренько охладится комната. Попью кофейка, включу телек и все. И буду сегодня отдыхать. Ничего делать не буду. В общем-то, дело к вечеру. Мы с дочкой там стейки сегодня жарили, не стейки, а говядину. Короче говоря, наелась я у нее. Взяла с собой бутерброды. Не пойду в магазин, ничего не буду покупать. И готовить ничего не буду. И вообще, ничего сегодня делать больше не буду. Так что я, наверное, до завтра и не включусь. Просто буду отдыхать. Меня дома не было полторы недели. Дочка вчера утром еще приехала, но я вчера нужна была ей. И сегодня до обеда была нужна. Ну, до обеда затянулась чуть-чуть. В общем, короче, сейчас уже пятый час, или пять уже где-то. Я только приехала домой. Вот. Так что все. Отдыхаю, мои хорошие. Всем доброе утро, мои хорошие. Наконец-то я сегодня поспала уже у себя, в своей постели, у себя дома. Я отдохнула хорошо. Меня никто не будил. Кошка по мне не скакала. Вообще дома благодать, хочу вам сказать. Сейчас сижу, пью кофе. Уже утром проснулась, успела помыть коридор, чтобы дверь открыть, чтобы сквознячок был. В общем, кайфую. Куча дел у меня на сегодня. У меня сегодня стрижка, девочки. Сегодня вот уже скоро пойду на стрижку. Пора уже лохмать я свои вот эти вот подстричь, потому что уже ни туда, ни сюда. Что мы вчера с дочкой делали? Мы сняли вчера видео. Готовка. Говядины на сковороде. Ну, она мне сказала, что она купила говяжьи стейки. И вот мы решили снять видео, отдельным видео, как мы готовим эту говядину на сковороде. Но на самом деле стейки оказались не стейками, а шницелями. Разница в том, что стейки, они должны быть потолще. А шницеля у них один сантиметр толщина. Поэтому, естественно, уже время приготовления по-другому. Ну и потом мы готовили не на чугунной сковороде, а на сковороде вот гриль, который она купила, такая рифленая. Я думаю, что сковорода тоже играет роль, имеет значение. Ну и тем не менее, они получились вполне даже не жесткими и съедобными. Но уже мы свои ошибки учли. В следующий раз будем готовить по-другому. Ну, а это видео вы увидите немного попозже, потому что у меня на очереди Василек. Я еще не распаковывала посылку. Она у меня лежит запакованная. Но сейчас у меня по плану парикмахерская. Мне нужно поехать уже по записи подстричься. И потом уже я со стрижкой буду снимать вам Василек. А наша готовка, она выйдет попозже. Там я буду еще с длинными волосами. Ну, вот такая вот хронология получается у меня. Мне уже голову пора красить, но я уже подумала, что подстригусь, потом покрашу. У меня просто сейчас на это времени уже не хватает. Вчера не было сил, а сегодня уже не хватает времени. Вот так. А еще мне нужно будет зайти в магазин, купить кое-какие продукты, потому что я отсюда выгребала все, когда уезжала, знала, что надолго. И что-то надо будет еще мне сегодня приготовить, покушать. Но я думаю, что у меня времени на готовку особо не будет. Поэтому я что-то по-быстренькому такое особо ничего не буду сегодня готовить. Скорее всего, это пойдет уже на завтра, готовка. И это уже попадет в другое видео. Сейчас моя первоначальная задача и мои все мысли сейчас о стрижке. Я уже прям в предвкушении сижу. Предвкушении. Предвкушении сижу. Язык заплетается. Вот. Ну и все, девочки. Сейчас еще пью кофе, раскачиваюсь, просыпаюсь. И вот уже буду готовиться на выход. Чтобы долго не томить нашу встречу, как мы встретились. В общем, я уже это видео, скорее всего, выпущу. И потом начну следующее видео. Вот это вот не буду затягивать слишком долго. Поэтому я с вами прощаюсь. Ну, вот такое вот видео сумбурное получилось. Ну, кому оно понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok